Спустя трое суток после катастрофы украинского Боинга под Тегераном Корпус Стражи Исламской Революции взял на себя полную ответственность за трагедию Заяв, что самолет, пролетавший мимо военного объекта, был принят за вражескую ракету А тут еще возникли проблемы со связью, как Иран будет расплачиваться за эту ошибку Всю ответственность за сбитый над Ираном украинский самолет взял на себя Корпус Стражи Исламской Революции Командующий спецподразделением которого генерал Сулеймани был убит американцами в Багдаде Как заявил командующий аэрокосмическими силами Ксира Хаджизаде Украинский гражданский самолет был сбит из-за неисправной связи ПВО По словам оператора принял лайнер за вражескую крылатую ракету У него было 10 секунд на принятие решения Для этого он должен был получить подтверждение Но произошел сбой в системе связи Оператор принял это ужасное решение, заявил Хаджизаде По словам он хотел умереть, когда узнал о случившемся По словам генерала Ксира, генштаб Ирана получил данные о причинах катастрофы Боинга еще в среду утром Но не уведомил руководство гражданской авиации страны Генштаб в свою очередь объяснил признание вины спустя лишь трое суток После трагедии тем, что должен был провести расследование Комментирует руководитель научных исследований в институте диалог цивилизации Алексей Малошенко Иран это такое же бюрократическое государство, как и Россия или Советский Союз Надо было принять общее решение, надо было обсудить Вот помните, когда Советский Союз корейский Боинг сбил? Как долго обсуждали, годами Эти за несколько дней пришли к выводу, что надо признаваться, что так будет лучше, честнее И как это не парадоксально, тем самым они поднимут свой авторитет в глазах Европы Я думаю, что их поймут в Европе А как себя поведет Трамп, это сейчас будет любимый вопрос Это известно только Трампу Во всяком случае, вот то, что сделали иранцы, это форма протянутой руки Что, ребята, мы виноваты, мы тоже можем ошибаться Мы готовы извиниться и так далее Вот по поводу заявления Зеленского, что Украина ждет полного признания вины от Ирана Официальных извинений, наказания виновных и выплат компенсаций Вот как думаете, и в этой части Ирана возьмет на себя такие обязательства? И что, собственно говоря, по поводу выплат родственникам погибших других стран? Если ты говоришь А, то нужно говорить Б Я не исключаю, что они попробуют, хотя это будет глупо звучать Какую-то часть военной компенсации перенести на американцев? А что касается Зеленского, а что еще он мог сказать? Он же должен как-то заявить о себе, как о международном политике, который занимается не только Украиной, но и всем прочим Алексей Малошенко в корпусе стражи Истамской революции заявили, что согласится с любым решением в отношении вину на украшение украинского лайнера Президент Ирана уже обсудил ситуацию по телефону Зеленским В заявлении Иранского генштаба говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель после того, как он повернул в сторону чувствительного важного объекта Ксир В свою очередь, директор украинской авиакомпании МАО Евгений Дыхнев в ходе экстренного брифинга заявил, что оснований для отмены рейса из Тегерана не было Он также опроверг информацию иранской стороны о том, что экипаж Боинга не выходил на связь с диспетчером после вылета из Тегеранского аэропорта Переговоры шли до последней секунды Мы с самого начала понимали, что причиной катастрофы мог быть только внешний фактор, отметил глава украинской авиакомпании То, что Иран сегодня сообщил, мы еще не имеем документального подтверждения Версия возможного террористического акта продолжает еще отрабатываться правоохранительными органами Естественно, мы для себя промоделировали ситуацию, в которой любой вариант, который мог произойти Для себя однозначно сделали вывод о том, что это был однозначно внешний фактор Мы исключили путем анализа все возможные другие варианты Рассмотрены переговоры диспетчеров в ходе расследования Мы, конечно же, убедились в том, что мы были правы То есть мы наш борт слышать не могли Ваша компания стала все-таки жертвой решений в определенном мере государственных действий Все знали о конфликте в Иране Скажите, не видите ли вы ответственности президента Украины Владимира Зарянского, МСС Украины В том, что решение о запрете, например, вылетов или полета в Украину Не было принято и у нас, нашей субъектной страны До нас летели авиакомпании всего мира И после нас летели авиакомпании всего мира К сожалению, мы констатируем факт того, что наш борт оказался не в том месте и не в тот час Это мог быть любой борт, который оперировал в то время в аэропорту Тигерам То есть это не индивидуальные решения Есть установленная международная практика процедуры определения В первую очередь определяет страна, которая регулирует воздушное пространство Гражданская авиация к этому не имеет и регулирование не имеет никакого отношения Поэтому я, мое личное мнение, не вижу здесь вины государственных органов Глава украинской авиакомпании МАО Евгений Дыхни Украинские власти показали фото обломков сбитого самолета На которых видны следы поражающих элементов Между тем, эксперты отмечают, что ситуация со сбитым Боингом Возобновила многолетний конфликт между иранской армией И, как считается, более привилегированным корпусом стражей исламской революции Бригадный генерал Ксир Хаджи Заде фактически обвинил генштаб в сокрытии информации О поражении Боинга Зенитная ракета, отметив, что полеты гражданской авиации после инцидента Не были запрещены именно из-за отсутствия соответствующего решения руководства армии О том, какие последствия может иметь противостояние двух крупных военных сил Говорит старший научный сотрудник Института Востока Ведения РАН Да, действительно, особенно в первые года были серьезные противоречия Между двумя компонентами вооруженных сил между армией и корпусом И дело доходило там, например, до драк, до взаимных убийств Вот такая неприязнь между армией и корпусом, она оставалась, безусловно И остается сейчас Конечно, обострение есть, безусловно Потому что это чрезвычайный случай И будут проводиться расследования Я не думаю, что это такой уж случай, который может существенно расколоть армию и КСИР Верховному лидеру и верховному военно-политическому руководству Ирана Удастся каким-то образом нейтрализовать вот эти возникающие совершенно естественным образом скандалы Владимир Сажин, глава иранского медуза Ариф, написал в Твиттере, что военные допустили фатальную ошибку Цитирую период кризиса, спровоцированного авантюризмом США Как такие заявления и признание Ирана скажутся на отношениях двух стран? Мнение эксперта Российского Совета по международным делам, политолога, американиста Максима Сучкова Нормальная история, поскольку две стороны находятся в состоянии жесткой конфронтации Только что пережили подъем такого кризиса, который мог превратить в крупный прямой вооруженный конфликт И то, что случилось, действительно произошло в ближайшие несколько часов после того, как Иран осуществил обстрел американских военных объектов в Ираке И действительно, когда руководство Ирана говорит о том, что системы находились в повышенной благотовности Ожидая там американского ответа, они, наверное, не внукажутся, но это, конечно, не оправдывает той ошибки, которая произошла В этой ситуации важно показать или, скажем так, разделить ту ответственность, которую они на себя взяли И все никого не считают непосредственно виновными во всем этом кризисе, который вывораживал новостные сводки последние недели А вот что касается отношений США и Ирана в дальнейшем, вот это вот признание к чему может привести? Ну, как-то накал в отношениях, может быть, спадет Американские коллеги говорят, что все зависит сейчас от Канады, поскольку большинство граждан, которые погибли, были граждане Канады И американцы готовы якобы следовать в форматоре того ответа, который предложит Канад Если это будет жесткий какой-то, там, относится к функционам или еще что-то, американцы, естественно, поддержат Если руководство Канады будет готово принять ту версию, которую озвучивает Иран Получить компенсацию, возможно, там, не содействовать реформированию каких-то вот систем Здесь, конечно, много вариантов Я думаю, что Трамп одновременно будет это использовать для того, чтобы в очередной раз показать опасность членной стороной Ирана Государства, во-вторых, чтобы оттянуть вот эту ракетную программу Ирана к новой сделке, которую он замышляет в отношении Ирана Максим Сучков Расшифровка записи черных ящиков украинского Боинга пройдет во Франции, сообщил глава отдела расследования происшествий Организация гражданской авиации Ирана Зеленская уже провел переговоры с французским коллегой Макроном Британский премьер Джонсон назвал признание Ираном уничтожения по ошибке украинского лайнера важным первым шагом и призвал к дисковаться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...